Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Языки народов в России в системе общего образования. В Черкесии провели большой семинар по выявлению лучших практик по сохранению родных языков. Откуда взялось понятие предпринимательства и где оно берет свое начало? В кочевом имени Умара Алиева прошла Олимпиада на эту тему. Жизнь современного человека немыслима без мобильного телефона. Сегодня во всем мире отмечают его день рождения. Подробнее об этом в нашем выпуске. Большая всероссийская работа проводится по выявлению и продвижению лучших педагогических практик по развитию и сохранению родных языков в рамках совместного нацпроекта Минпросвещения России и Координационного совета Национальной родительской ассоциации. В программу этой работы вошло и проведение семинара «Совещание языки народов России в системе общего образования в городе Черкесске». Фатима Даурова продолжит тему. Министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко открыла семинар с приветственного слова, обращенного к гостям из столицы и участникам, преподавателям, научным сотрудникам, руководителям и специалистам районных отделов образования, учителям родных языков. Практическую часть совещания возглавил ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев, который и выступил модератором проекта. Он подчеркнул, что наряду с системой образования большую роль играет и родительское участие в сохранении и развитии родных национальных языков. Одна общая проблема, касаемая языков, всех языков, включая русский язык, это то, что под влиянием общих процессов глобализации языки обедняются, языки сокращают свое бытование и все меньше, к сожалению, людей среднего возраста говорят на языках своих и используют их в быту. И, соответственно, почему родительская ассоциация взялась за эту тему, очень важно работать с родителями по разъяснению важности, значимости и системы сохранения родных языков. Вектор семинара направлен на повышение эффективности региональной политики по вопросам поддержки народных языков страны и выявление наиболее успешного опыта в организации их изучения, а также в разработке и внедрении учебно-методического материала. Сейчас очень много авторских коллективов, которые разрабатывают учебники, и многие субъекты, в том числе Крачево-Черкесская республика, поставили перед собой задачу не просто обучать родным языкам при помощи учебных пособий, но и создать учебники, то есть войти в федеральный перечень учебников для того, чтобы республика была обеспечена именно учебниками для изучения родных языков. Тем более, что у вас пять языков, и поэтому по русскому как родному есть учебники в федеральном перечне учебников, а, к сожалению, по четырем языкам, кроме абазинской литературы для начальных школы, всё остальное идёт изучение по учебным пособиям. На сегодняшний момент такая задача стоит, достаточно амбициозная. Я думаю, что на федеральном уровне мы тоже будем помогать. Выступали ведущие учёные, руководители образовательных организаций и вузов страны, и особенно учителя родных языков, которые ежедневно сталкиваются с проблемами в ходе преподавания и обучения детей родным языкам. В других районах сокращают часы. Как я слышал, у нас есть свои группы, коллективные, педагогические группы. Там всё обсуждается, рассматривается, естественно. Там начали сокращать часы. И то, что по одному часу родной литературы, например, если взять один час родной литературы в неделю, это вообще, считайте, что этого нет. Потому что один урок это вообще никуда не годится. В принципе, раньше, например, по пять часов работали, когда я только начал работать в школе, родным языкам и литературе выделялось пять часов. Там два часа родной СК или три часа родной литературы и так далее. Но их потихонечку начали подсокращать. И на сегодняшний день три часа в целом в каждом классе. Три часа, конечно, этого мало. В любом случае, хотя бы четыре-пять часов должно быть. Итогом совещания и проекта в целом станет подготовка сборника лучших практик региональной работы и резолюции рекомендаций для Федерального министерства просвещения. Татьяна Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. А в КЧГУ имени Умара Алиева прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства для студентов и аспирантов. Она проводится с организацией «Деловая Россия» российским историческим сообществом. Основная цель данной олимпиады – сохранение исторической памяти о российских предпринимателях, внесших большой вклад в развитие государства. Подробнее расскажет Аслан Гирюгов. Читальный зал университета был полон желающих проверить свои знания по истории российского предпринимательства. Помимо студентов Карачаево-Черкесского госуниверситета, участниками стали аспиранты вуза, а также студенты университета «Синергия». Данная олимпиада проводится Всероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Российским историческим обществом. Организаторы поставили перед собой ряд целей и задач – сохранить историю о российских предпринимателях, развить интерес у студентов к истории предпринимательства, сформировать патриотическое отношение к родине. Так как мы знаем, что без прошлого не будет будущего, изучаем прошлого предпринимательства России, таких предпринимателей надо знать, как Столыпин молодежи, те, которые планируют заниматься бизнесом и вести бизнес в России. Так как очень мощный анклав, есть предприниматели России из прошлого, которые создавали мануфактуры, строили дома, производство. В России богатая история предпринимателя, и наша цель и задача, я повторюсь, популяризация истории России именно предпринимательства. Для студентов очень важно участвовать в таких мероприятиях, ведь пополняется багаж знаний по истории России. Важность этой олимпиады для нашего университета заключается в первую очередь в том, чтобы подрастающие поколения в лице наших студентов знали истоки формирования предпринимательской деятельности не только у нас в Карачаево-Черкесии, но и во всей Российской Федерации. Не зная истории предпринимателей, невозможно строить свою предпринимательскую деятельность. Участники диктанта отметили, что задания были разделены на несколько блоков. В одних были вопросы, в других – портреты исторических личностей, о которых нужно было рассказать, а также одно из заданий – написание эссе. Для меня сложнее всего было по портретам людей указать. Это достаточно сложно. И эссе тоже объемные темы, достаточно большие. Ну и как считаешь, как ты сегодня писала свою работу? Ну, я думаю, что нормально. Потому что готовилась, я думаю, это в любом случае положительный опыт, потому что пока готовились, все равно в любом случае узнали много нового, независимо от результата, все равно это очень полезно. Победители региональной Олимпиады примут участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве на базе МГУ. Аслан Гирюгов, Рашидоков, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск. А сейчас прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok во всем мире отмечает свой день рождения. Какую пользу, а может быть и вред, внесла сотовая связь, узнавала Альбина Ламкова. 3 апреля 1973 года состоялось эпохальное событие, ставшее началом революции в мире телефонии. В этот день американский инженер корпорации Моторола впервые испытал свое изобретение. Этому достижению предшествовали долгие годы упорной работы. И именно это событие стало процессом стремительного развития человечества, внедряющего в жизнь все новые и новые изобретения. Большинству людей не представляют своей жизни без сотового телефона. Он дает массу возможностей. Для общения с родственниками, с друзьями, также соцсети, общение с друзьями, проведение своего досуга, то есть свободного времени. И также для учебы. Прямая трансляция урока. Также вы ведете беседу с преподавателем, пишите сообщение, и он вам отвечает на ваши вопросы и темы объясняет. Также в чрезвычайных ситуациях можно быстро обратиться в скорую помощь, пожарные службы. Сегодня современный мобильный аппарат – это маленький компьютер, который помимо качественной связи может подключаться к сети интернет, снимать цифровые фотографии и даже маленькие видеоролики. Словом, с помощью современных гаджетов наша жизнь стала проще, разнообразной и увлекательной. Но наряду с этим есть и отрицательные моменты. Мобильный телефон вытесняет из жизни подростков занятия спортом. Они все реже посещают творческие кружки, реже общаются с друзьями. Отрицательный, конечно, это интернет. То, что много времени проводят молодежь в интернете, портится зрение и так далее. Он хороший прибор, но и тем не менее он вредит нашему здоровью. Когда мы долго засиживаемся, не смотрим на время, не смотрим, сколько мы там сидим, мы можем испортить себе зрение и слух. Ученые посчитали, если каждый день по три часа слушать музыку через наушники, через пять лет слух ухудшится на 30%. Если вы любите громко послушать музыку, то хотя бы тогда пользуйтесь правильной гарнитурой. Потому что если звук превышает 90 дБ, то это ведет к гибели клеток, которые находятся во внутреннем ухе. И это проявляется нейросенсорной тугоухостью. Многие сутками болтают по телефону. Это тоже проблема. Дети полностью поглощены техникой, потому что они понимают, что с ним намного проще. В нем множество полезных программ. Но самое печальное, что из хозяев телефона мы превращаемся в его раба. И от этого больше всего страдают наши дети. Они овладевают компьютером раньше, чем начинают читать. Здесь важно родителям разумно ограничивать время пользования телефоном и гаджетом. И самое главное, не забывать про личный пример. Уделять больше внимания ребенку, а не соцсетям. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В республиканской столице открылась ярмарка деликатесов Тихого океана. Камчатские рыбаки привезли в Карачаево-Черкесии вкусное и полезное настроение. На дегустации был Руслан Карпмазов. Людмила Григорян не просто приятный человек, не просто эксперт по деликатесам. Она стала символом богатого застолья. Все у нее вкусно и полезно, потому что из Тихого океана. Начнем с икры. Этот шедевр рыбного царства должен соответствовать строгим требованиям качества. Во-первых, она должна быть густой, она не должна быть жидкой. Во-вторых, обязательно нужно пробовать икру. Икра должна быть вкусом отдавать рыбой, чтобы чувствовался вкус рыбки. Она должна быть нежной, чтобы ее придавил и пленочка у нее лопалась, а не каталась по зубам. Вот в этой упаковочке сколько грамм? Здесь 300 грамм. И это 300 грамм сколько будет? Где-то 1800. Вот 1800 рублей, если дешевле, это уже не икра. Для тех, кто хочет получить удовольствие от рыбы, но при этом чуточку лень ее готовить, камчатские рыбаки привезли филе киты и горбуши, уже готовые к обеду, ужину и даже завтраку. Только картошечку надо пожарить, да со свежим хлебушком почувствовать радость жизни. Рыбная царица Чавыча возглавила целую полезную делегацию из Камчатки. И вот какие у нас вкусные гости. Помимо Чавыча, конечно, у нас много наименований. И кита, и кижуч, и горбуша. Это все красная рыба, это все лососевая рыба. Но есть и северные рыбы, как, например, белорыбица. Белорыбица тоже имеет те же свойства, как и Чавыча. Она полезна. Даже у кого большой холестерин, ее не страшно кушать, и она полезна также. Палтус у нас также всегда имеется. Палтус, он считается жирной рыбой, но для кишечника он очень хорошо перерабатывается и полезный. Так что можно кушать рыбку всю и принимать омега-6 в натуральных, а не в капсулах. Из глубин Тихого океана к нам привезли морскую капусту и селедку. А печень трески обещает наполнить душу радостью и организм витаминами. Всего 20 грамм в день, и ты здоров. Но открыв баночку трески, уже трудно будет остановиться на 20-граммовой дозе. Камчатская рыбная ярмарка работает в Черкесске в доме предпринимателей по улице Горького. Гурманов ждут с 9 до 19 и до вечера воскресенья. Надо поспешить за рыбой икрой. Все это быстро раскупают. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов. Деликатесные вести. Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Гвестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова